МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». Об основных событиях понедельника и минувших выходных расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Панова. В Чуваши вновь случилась трагедия. В канун праздника в селе Шихазаны при пожаре погибла семья. Около половины 11 утра 22 февраля на пульт дежурного поступил звонок от жителей улицы Николаева в селе Шихазаны, которые заметили пожар в соседнем доме. Прибывший расчет успел потушить одноэтажный бревенчатый дом. Однако внутри уже все выгорело. При осмотре были обнаружены тела 24-летней хозяйки дома и трех ее детишек. 10, 11 и 12 годов рождения. Известно, что семья была неблагополучной. Мать злоупотребляла алкоголем и не особенно заботилась о ребятишках. Буквально в четверг на прошлой неделе рассматривался вопрос о лишении женщины родительских прав. По факту гибели детей и женщины при пожаре в Канадном и Межрайонном следственном отделе Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В настоящее время следствием рассматривают как версия нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, так и его неисправность. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причин смерти погибших, а также причины возгорания назначены судебно-медицинские и пожаротехнические экспертизы соответственно. Допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается. Тема пожаров стала одной из первых, которые обсудили на еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики. О профилактике возгорания и о других вопросах в нашем сюжете. Несмотря на все усилия пожарных и властей, цифры трагические. Количество пожаров в республике растет, и едва ли не каждый второй с человеческими жертвами. В этом году уже, с начала года, 33 человек погибло по тем единым причинам на пожарах. За новой гественной империи прошлого года 20, то есть 13 человек, но в том числе и детей. Причины, основные причины, именно в этом году, в этот период у нас остаются это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов. 39% общего количества пожаров от общего количества. Именно эта причина. Следующая причина – электрооборудование. 30. Спасателей и пожарных нельзя обвинить в бездействии. Съемочная группа национального телевидения Чувашии не раз выезжала вместе с ними в рейды и видела, как проводится профилактическая работа, насколько подробно разъясняются правила безопасности. Сейчас МЧС начинает новую акцию – огнетушитель в каждый дом. Наличие такого простого, но действенного приспособления может предотвратить большую беду. И отнестись к рекомендациям огнеборцев надо со всей внимательностью. Впрочем, это касается не только огнетушителей. С приходом весны осложняется ситуация на водных объектах. Сначала придется отлавливать и спасать рыбаков, гуляющих по тонкому льду, а потом противостоять паводку. По прогнозам, он ожидается на уровне прошлого года, не выше. Земля промерзла не глубже, чем на полметра. Толщина снежного покрова средняя, но снег рыхлый и растает сравнительно быстро. На совещании также подвели итоги выставки «Картофель-2014». 74 экспозиции из 18 регионов России работали несколько дней. Всего было представлено 120 сортов второго хлеба, 58 единиц техники. Семенным материалом торговали три дня. Всего реализовано 68 тонн. Для этого даже пришлось продлить работу выставки. Единственное, на что жаловались участники и посетители выставки, иначе как на машине к Николаевскому рынку не добраться. Необходимо увеличить количество авто издета как можно быстрее, чтобы больше не возвращаться к этой теме, потребовал Михаил Игнатьев. Елена Гальперина, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев. И сегодня же на совещании представили нового руководителя финансового ведомства Чувашии. Исполнять обязанности министра будет Светлана Янилина, до конца прошлой недели возглавлявшая Министерство имущественных и земельных отношений. Светлане Янилиной 41 год. У нее два высших образования. Биолога и экономиста. Ученая степень кандидата экономических наук. Кроме того, в рамках повышения квалификации она обучалась в Международной академии оценки и консалтингов в Канаде. Дважды в Российской академии госслужбы по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Гонконге. На совещании подвели и итоги Дня здоровья, который прошел в Чувашии 22 февраля. В этот день большинство физкультурно-спортивных учреждений оказывали оздоровительные услуги населению бесплатно. И этим воспользовались около 140 тысяч человек, сообщил министр физкультуры и спорта Чувашии Сергей Мельников. Наибольшим спросом традиционно пользовались плавательные бассейны в столице Чувашии и Новочебоксарске. Чем не пустовали и спорткомплексы в остальных городах и районах республики. Помимо бесплатного посещения бассейнов, катков, спортивных и тренажерных залов в спортшколах для разных групп населения были организованы массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Такие как веселые старты, мастер-классы, товарищеские матчи по футболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта. Акцию посвятили Дню Защитника Отечества и закрытию Олимпиады. И в ней приняли участие рекордное количество человек – 90 тысяч. Кстати, в этом году День здоровья и спорта будет проводиться ежемесячно – в каждую третью субботу месяца. Едва завершилась Олимпиада, началась подготовка к Паралимпийским играм, которые также пройдут в Сочи с 7 по 16 марта. Ожидается, что в них примут участие 1650 спортсменов и членов команд из 45 стран. Поработать на Паралимпиаде Паралимпийским комитетом России приглашены 10 спортивных судей из Чувашии. Все они будут обслуживать соревнования по лыжным гонкам и биатлону. Об этом также сообщил министр физкультуры и спорта Чувашии Сергей Мельников. Сегодня в Шумерле подвели итоги социально-экономического развития города. Муниципалитет с целым комплексом проблем, в основном коммунального характера. Кстати, совсем недавно в городе сменился глава администрации. О чем говорили, какие шаги наметили в качестве первоочередных, расскажем завтра в программе «Республика». А пока о проблеме, характерной для половины Чувашии. Практически каждый второй район не выполнил прошлогодний план приватизации муниципального имущества. Между тем, это реальные поступления в казну. Вопросы формирования доходной части бюджета обсудили на видеоконференции главы Чувашии с руководителями муниципалитетов. По прогнозному плану 2013 года приватизации подлежали 13 муниципальных и унитарных предприятий, 6 пакетов акций хозяйственных обществ и 338 объектов недвижимости. В результате приватизированы всего 201 объект, то есть чуть больше половины предполагаемого имущества. Причем на контрольные цифры вышли благодаря Чебоксарам и Новочебоксарску. Основной доход обеспечили эти города. Причины отставания практически везде одинаковы. Не сформирован пакет необходимых документов, не проведено межевание земельных участков. При этом районные власти не проявляют настойчивости. Имущество, которое не удалось приватизировать в прошлом году, в план на Новый год уже не включают. Еще раз хочу подчеркнуть, это пополнение доходной части нашего бюджета. Когда программа приватизации мы выполняем в плановом режиме, никто не заставляет вас, по крайней мере, и не понуждает, чтобы эти объекты имущественного комплекса в целом продавались по низкой цене. Никто не говорит. Но когда мы говорим о приватизации, вся документация для приватизации, для продажи должна быть подготовлена надлежащим образом. Михаил Игнатьев призвал руководителей и сотрудников муниципалитетов ответственнее подойти к приватизации в 2014 году. В плане стоят 199 объектов, ожидается доход в 355 миллионов рублей. Не менее активно надо заниматься и подготовкой к посевной кампании. По словам министра сельского хозяйства Сергея Павлова, месяц и через полтора уже можно будет выйти в поле. Засыпка семян под урожай 2014 года – 97%. Однако это в среднем. В некоторых районах выполнено чуть более 50%. Доля кондиционных семян и того ниже, местами до 9%. Глава Чувашии напомнил, пока время есть и погода позволяет, нужно готовить семенной материал. Необходимо позаботиться и о минеральных удобрениях, и горюче-смазочных материалах, чтобы встретить весну во всеоружии. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. И вновь про Олимпиаду. Побывать на соревнованиях в Сочи удалось спортсменам Ядринского и Красночитайского районов. Александр Семенов, Евгений Паркин, Светлана и Андрей Петрейкины на днях вернулись из столицы 22-х зимних Олимпийских игр. Подарок в качестве поездки на Олимпийские игры тренеры и спортсмены получили за свои спортивные достижения. Примерно год назад Николай Малов, депутат Госсовета Чувашии по единому избирательному округу от регионального отделения партии «Единая Россия» организовал конкурсы «Лучший юниор-спортсмен» и «Лучший тренер-наставник» в Ядринском и Красночитайском районах. Он же стал и проводником на 22-е зимние Олимпийские игры для победителей. Впечатлениями от поездки в Сочи они делились в Ядринской школе номер 3. Сегодня та энергетика, тот дух, который царил в зале, привезенный и Александром Викторовичем Семеновым, и Паркиным Женей, он, конечно, нужен нам, нужен нашим детям. Жили ребята с тренерами в небольшом курортном поселке «Горный воздух» на Черноморском побережье. Оттуда до Сочи минут 30 езды на автобусе. Все олимпийские объекты были доступны для гостей из Чувашии, говорит Евгений. Им удалось посмотреть хоккейный матч финнов со встрейцами и горнолыжные соревнования. Сам Евгений занимается триатлоном. Он даже смог поучаствовать в телепередаче «Первого канала. Пусть говорят». Очень понравилось в плане того, как нас встретили, проживание. Все в общем было очень круто. Александру Семенову в Сочи посчастливилось пообщаться с именитыми спортсменами в Доме болельщиков. Он привез несколько книг с автографами, которые пополнит фонд спортивной школы. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. В канун Дня защитника Отечества присягу приняли юные кадеты. В столичной кадетской школе имени героя Советского Союза Александра Кочетова уже 20 лет. И за это время ритуал отработали до мелочей. Однако день присяги по-прежнему самый волнительный и для кадетов, и для офицеров, и для родителей. Они самые младшие. В школе нет начальных классов, так что за салаг здесь пятиклассники. Впрочем, с этого момента уже настоящие полноправные кадеты. Им предстоит научиться многому. И вязать узлы – самое легкое из этого списка. Вера и верность, любовь к родине, дружба и взаимопомощь. Пусть дисциплин с таким названием в расписании уроков нет, поверьте, это самые главные предметы. Я хотел по военной линии пойти. Конкретно, наверное, хотел попасть в разведку, а не знаю, получится, нет. Сегодня в Чувашии 52 кадетских класса, две школы. Это движение у нас широко распространено и признано за образец в других регионах. А началось все в этой самой школе. Сейчас уже сложно вспомнить, как работали 20 лет назад, не имея ни программ, ни пособий. Теперь в кадетской школе есть даже свой музей, который в канон Дня Защитника Отечества пополнился еще одним ценным экспонатом. Батюшка Сергий, протеерей Сергий Барашков, от церковь Николая Чудотворца, что в городе Новосибасадские приходы, подарили музею колокол с канонерской лодки императора Александра II 1885 года. Этот раритет, такого в Чувашии нигде нет, сейчас честное слово. Где они нашли эту историю, умалчивает. Но это долгое время хранилось у одного из моряков, передавалось из поколения в поколение. И вот сейчас этот колокол займет свое достойное место в военно-морском музее школы. Подробнее о том, как развивается кадетское движение в Чувашии в программе «По существу» сразу после информационного выпуска. А мы продолжаем. В 50 жизнь только начинается. Клуб для пожилых в Доме культуры Южной открылся несколько лет назад, но за это время приобрел большую популярность. Поначалу люди преклонного возраста здесь собирались только на концертах, но сейчас для них устраивают и дискотеки. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Они уже давно на пенсии, а все на месте не сидится им. Тряхнуть стариной чебоксарским бабушкам и дедушкам помогают креативные работники Дома культуры Южной. Четыре года назад здесь открылся необычный клуб по интересам. Время и место встречи не меняется никогда. Раз в неделю люди собираются в танцевальном зале. Сюда они приходят словно на модную вечеринку в шикарных нарядах и костюмах с иголочкой. Причем платья некоторые женщины шьют сами. Пока работала, не было возможности с такой сходить. А вот теперь не работаю. Костя стареть начали, думаю, надо их разминать. А больше всего для души. Хочется стряхнуть свою старость и почуть себя молодой. Хотя бы на несколько лет. И могут позавидовать даже профессиональные танцоры. Когда заканчиваются мелодии вальса, диджей, роли которого исполняет специалист Дома культуры, включает задорную цыганочку, сложно удержаться на месте. Танцуют все. Часто пожилые просят ретро-песни, но некоторые не прочь под современные хиты на танцполе размяться. Глядя на это, невозможно поверить, что им уже давно за 50 и за 60. Сами про себя завсегдаты и клуба говорят, что они просто молоды душой. Любые танцы танцуем. Любим танцевать очень хорошо. Современную музыку, эстраду, танцевальную, плясовую. Пока он не танцует с другим, только со мной танцует. Нам хорошо. Мы всегда с настроением, с любовью сюда ходим. Нам очень нравится. Но только танцами развлекательная программа не ограничивается. Пенсионеры рассказывают друг другу последние новости и раскрывают свои таланты. Поют и читают стихи. Весть о необычном клубе по городу разлетелась быстро. Сейчас сюда приходят более 80 человек. Мы стараемся все-таки выбирать какую-то тему, чтобы это не было просто определенным, так сказать, ну просто собрались и потанцевали. Люди заранее, за неделю, им объявляется тема, и они продумывают, чтобы они могли рассказать, показать, о чем спеть, поделиться со своими друзьями, потому что здесь завязываются дружеские, долгие отношения. Правда, как в известной песне, закон статистики работает и здесь. Мужчин в этом клубе явно не хватает. Их 30 против 50 представителей прекрасной половины. И поэтому на медленных танцах некоторые дамы остаются без кавалеров. Но не теряются и приглашают на вальс своих подруг. Медрик Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Впереди прогноз погоды, программа по существу и премьера. На днях наша съемочная группа побывала в селе Малые Кормалы и Бресенского района и увидела много интересного. Что именно, узнаете из программы «Дерево дружбы» в 20.00 на нашем телеканале. Всего доброго, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!